Несмотря на поражение от сборной Таиланда в матче открытия, у нашей команды, конечно же, остаются шансы на победу, ведь впереди еще четыре игры. Матч против Люксембурга был очень важен, потому что второе поражение в родных стенах многие бы не поняли. Кажется, что поражение в первом туре подстегнуло наших ребят, и уже со старта от минут они завладели преимуществом на ледовой арене и не давали развиваться таком соперника. По словам капитана сборной, после матча с Таиландом была проделана работа по устранению допущенных ошибок. Утром покатались, забыли вчерашнюю игру. Это главный момент был у нас, чтобы не выходить расстроенными на лед, потому что тяжело. Вчера пережили это поражение. Сегодня все взбодрились на позитиве, в раздевалке были, вышли, отработали, тренерскую установку выполнили, победили. Люксембург достаточно сильная команда. Я надеюсь, что следующие соперники будут не такие упорные. Будем работать, будем также выполнять задачи. У нас есть еще пара человек травмированных. Надеюсь, что они вольются в состав поскорее и помогут нам также побеждать. Понятно, что иногда излишние рвения и желания могут сыграть злую шутку, но по самоотдаче к нашим спортсменам вопросов быть не может. Снова проявили себя и болельщики. Как и в первой игре, поддержка трибун была на высшем уровне. Федерация хоккея на протяжении нескольких лет ведет отличную работу по повышению популярности этого вида спорта в Кыргызстане. Перед стартом чемпионата стало известно, что бренд-амбассадором федерации стала популярный блогер Мерим Толеберген. Для меня это огромная честь. Наша федерация, хоть и молодая, но она перспективная, успешная. Я верю в ребят. Сегодня была вторая игра. Да, вчера первый блин комом, но сегодня была безумно красивая игра против Люксембурга. Я уверена, что последующие четыре игры, которые будут, они также будут на высшем уровне. Я, как бренд-амбассадор, призываю всех Бишкекчат посещать матчи. Давайте заполним всю трибуну Бишкек-арены, поддержим нашу сборную. Ну, кто, если не мы? Определенные шаги, предпринятые федерацией в начале 2010-х годов, а также проведение участия наших хоккеистов на мировых и континентальных первенствах, дают надежду на то, что хоккей в стране станет одним из самых любимых видов спорта. 13 марта сборная Кыргызстана сыграет третий матч против команды Туркменистана.